Ну, кажется, пошла. С прошивного стана заготовка, она же толстостенная труба, совсем скоро появится на непрерывном стане FQM. Но до этого еще в ход пойдет оправка, а еще графитная смазка, будет калибровка, прежде чем изделие приобретет законченную форму. На участке горячего проката Олег Прохоров, старший вальцовщик. Ну, смотрите, допустим, едет гильза оттуда сейчас на телегу, что-то сломалось, цепи сломались, она просто может вылететь и все оттуда. Допустим. Нужно вовремя остановить телегу. Здесь может оправка неправильно лечь в замок, тоже может поехать и неправильно заехать в гильзу. Тоже надо предотвратить это. Здесь гильза может неправильно лечь, то есть оправка упрется в гильзу и, получается, ее загнет. Итак, за смену вальцовщик Прохоров должен отследить прохождение до восьми сотен будущих труб, оперативно внося коррективы в режимы работы устройства под названием «непрерывный стан». И тут не до разговоров. Слава, давайте быстрее 6-5 катать, а то мы не успеем. Старший мастер, хотя и доверяет опытному вальцовщику, но иногда за технологическим процессом наблюдает в режиме онлайн. Руководителю надо владеть информацией. С современным оборудованием лучше быть на «ты». Модернизации оборудования довольно много проводим, даже того нового, современного, которое было установлено в 2013-2014 годах. Очень большая работа проведена по обслуживанию этого оборудования, то есть адаптирование под наши условия. А между тем, молодой старший мастер говорит, что многие его подчиненные еще не забыли о производстве труб на пилигримовом стане, где был и лангатор, и пресс. Там 8 лет проработал вальцовщик Олег Прохоров. Говорит, разница с современным станом большая. Тогда каждый механизм отрабатывали, что называется, вручную. Непрерывный заменил сразу три агрегата. Так что работать интересно, говорит вальцовщик. Уже больше половины жизни на заводе отдал. То есть это уже как бы мое, я прирост к этому. Он всегда приходит на помощь к тем же механикам и гидравликам для того, чтобы минимизировать простое. Потому что чем лучше и стабильнее работает стан, тем соответственная зарплата у всех стабильнее и понятнее. Поэтому у каждого человека на участке есть стремление, чтобы стан работал. Сегодня в прокате муфтовые заготовки диаметром 273 и толщиной стенки 25 мм. За процессом обычно следят сразу четыре человека. Помощники вальцовщика. Один оператор циркуляции оправок, нагревальщик печи с шаговыми балками и калибровщик, который отвечает за диаметр трубы. И чем сложнее задача, тем больше удовольствия получают они от готового результата. По-моему, каждый чувствует удовлетворение, когда на счетчике больше 800 штук прокатаны за смену. И на следующую смену приходишь и говорят, хорошего качества. Вот здесь полностью удовлетворен. Ольга Фролова, Константин Миронов. Новости. Твой день.